Давайте приступать. Ну, а раньше, чем мы приступим, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал за мое старание. Хорошо, что нам понадобится? Нам понадобятся ножницы, силикон, образец кости, я сделала из картона, наполнитель и любая ткань у меня вот такая цветочная. Потом нам понадобится карандаш, чтобы обвести нашу кость, да? В общем, с этого мы и начнем. Нам надо обвести нашу кость на ткани. Можно делать фломастером, чем угодно вводить. Сейчас мы сделаем вот так. Надо, смотря какая ткань, подбирать цвет. Я вот карандаш плохо рисую на ткани, так что давайте возьмем, например, фломастер вот такой. Вот, и опять же, сейчас, так быстренько, фадакс. Фломастером удобней. Сейчас сделаем еще одну часть кости. Вот у нас получилось две части, как вы видите, один, два. Сейчас нам их придется вырезать. Сначала мы обрезаем их из основного куска ткани, чтобы было удобнее потом их вырезать. Опа! Такой кусочек у нас остался. И сейчас приступим вырезать наши кости. Но надо оставлять примерно где-то один миллиметр-два, чтобы было потом удобней склеивать. Вот как я делаю. Опа! Продолжение следует... Вот такая кость неровная получилась, но когда будете клеить, все будет нормально, то есть оно будет более ровное и будет смотреться лучше. Вот так. Сейчас осталось немножко еще. Это буквально, то есть вы сделаете игрушку для своей собачки или кошечки, но в основном собачки, или для животного, в общем, за несколько минут. Вот эти части мы выкидываем. Вот. Теперь нам придется это склеить. Надо найти ровные части, потому что одна больше, другая меньше. Вот так. Вот. Что-то такое получится. Но потом, когда будем обрезать, все будет лучше. Давай вот так, да. Или наоборот. Оставим вот так и все. Так. Сейчас нам придется это клеить. Проходимся по контуру одной из частей кости, то есть по фломастеру. Вот. Вот так. Самое главное, не отрагиваться до клея и не обжечься. Вот так примерно получается. Хорошо. Сейчас у меня прилипло. Мы приклеиваем еще раз по краям, чтобы это было лучше. Вот так. Сейчас мы длину, ну, середину проклеиваем быстро. Вот так. Аккуратно. Чтобы не обжечься, но быстро. У нас получается вот такая, фу, неровная кость. Но сейчас, когда мы ее обклеим, положим туда наполнитель и обрежем, все будет лучше смотреться. Хорошо. Сейчас вот мы оставляем вот одну сторону вот здесь, чтобы наполнить внутрь. Для этого нам понадобится какая-нибудь палочка. Я возьму ручку и наполнитель, собственно. Возьмем наполнитель и понемножку заполняем. Впихиваем его вон туда. Это займет около трех минуток. Даже меньше, я бы сказала, минутку. Потому что это очень легкий процесс и быстрый. Самое главное припихнуть, чтобы было вот здесь. Ну, то есть, чтобы каждый кусочек косточки был с наполнителем. Опускаем вниз. Мы уже наполнили одну конечность. Один конец. Вот. Продолжаем вот так пропихивать. Аккуратно. Наполнитель в кость. Надо, чтобы она, ну, кость, она была не очень мягкой, но не очень жесткой, чтобы с вашей собачки, вашему питомцу, животному, не знаю, что угодно, кому угодно, кому захотите это сделать, тому делайте. Было удобно это грызть, играть с ним, приносить вам, когда вы кидаете, в общем, что угодно. Вот, по логике, у нас уже должно быть все практически. Сейчас еще немножко. И заклеиваем, собственно. Так, вот. Это моя собака на заднем плане, так что не волнуйтесь. Хорошо, сейчас нам придется вот так немного выдавливать клея попозже. И увидите, зачем. Здесь надрезаем такую серединку и обрезаем, чтобы это было более похоже на кость. Это займет около 15 секунд. Где надо, мы подклеим. Переворачиваем ножницы и режем. Вот так у нас получается. Это довольно быстро сделать такую игрушку. И моей собачке, например, я сделала и очень понравилось. так, что я советую это сделать. Но для начала, как вы помните, понадобится сделать вот такой образец из бумаги или из картона. Я сделала из картона. Сейчас нам придется, смотрите, вот такой процесс. Довольно странный, тяжеленький, но нам это удастся. Вот так немного клея на конечности и размазывайте, чтобы оно стало лучше. И потом просто пальцами, когда клей подостынет, немножко вот так это, как сказать, примять. И потом то, что вот так сильно выдается, отрезать, чтобы лучше приклеилось. Это займет немного времени. Вот так. А также не забывайте подписываться на мой инстаграм. SlimeSurpriseDuscious. И вот. Сейчас мы уже практически сделали одну сторону.